Всем привет и если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейв Фуэр. Добро пожаловать в видео по игре Блич Брейв Соулс. Сегодня на обзор попал Ааро Ниро, двуголовый Аранкар с щупальцем. Персонаж имеет синий атрибут, фракция Аранкар Эспада, киллер на Шенигами. Линк на скорость откат приема. В Древе Силы имеется 7 скиллов. Спринтер увеличивает количество санида, что позволяет быстрее передвигаться по локации с помощью рывков. Френзи увеличивает количество ударов с приемов в 2 раза. Девастейшн увеличивает урон с ульты на 40%. Дебилитатор продлевает действие ослабления на 5 секунд. Викин Дюрейшн дает персонажу иммунитет к ослаблению. Парализис Дюрейшн дает персонажу иммунитет к параличу. Брузер увеличивает урон с руки на 20%. Для этого у персонажа идеально заходит сборка на скорость отката приемов и высокое количество СП. Для первого варианта в этой сборке поставим шапку Шинджи, пилюлю и стулы спада для усиления урона с приема. Удары с руки у персонажа имеют неплохой радиус, скорость атак средняя. Первый прием наносит урон вперед на очень дальнюю дистанцию, из земли вылезают огромные щупальца и забирают врагов с собой. Второй прием это стяжка с последующим нанесением большого количества ударов со средним уроном. Третий прием наносит урон на весь экран. Хорошие атаки и высокий урон, полезный дебаф. Первый прием как у предыдущих персонажей из-за спады, то есть наносит урон на дальнюю дистанцию и попадает в основном спереди, по бокам и сзади не попадает. Вторым прием надо пользоваться в толпе, а так как после того, как мабы будут перетянуты к персонажу, то Арониро спрыгнет на них раздавив своей мощью, нанося много ударов со средним уроном. Такая атака хороша тем, что может вынести жирных врагов и босса, а также с таким количеством ударов можно с большим шансом наложить ослабление. Третий прием отлично убивает всех врагов в радиусе поражения. Ульта очень классная, мне нравится. Ее главная особенность в том, что после использования всем персонажам в команде устанавливается 60% здоровья от их общего. Такая ульта очень полезна в кооперативе, да и в обычной игре, если у вас осталось мало стамины. Во втором варианте используем Теншентай, чтобы ульта Арониро убивала всех врагов сразу. Урон с приемом слегка понизился, но эффективность не пропала. Им все так же легко проходится и приятно играется. Ульта же теперь очень сильная и наносит большой урон первым ударом, а за счет ослабления следующие три бьют еще больнее. Третий вариант представляет из себя замену одного из аксессуаров на таблетки с атакой, дабы ее повысить и сделать из персонажа легкого гибрида. Результаты не огорчают, но вот скорость руки все же не помешала бы повысить. Но раз имеем что есть, то лучше все же играть без повышения атаки и бить в полную силу приемами, а обычными атаками добивать непогибших мобов. Результаты не огорчают, но не огорчают, но не огорчают. Итоги по Ааруниру. У него хорошие атаки, большой радиус поражения, неплохие атаки с руки, очень эффективная ульта и также присутствует два полезных иммунитета. Персонаж достоин высшего ранга. Я вообще меньше всего ожидал от него чего-то, а в итоге получился настолько классным, что я из этой троицы хотел его больше всех. Собственно первым он мне и выпал. На этом у меня все, следующий геймплей будет завершающим, а будет он на Халибл. Делитесь своим мнением по поводу Ааруниру в комментариях, да и по самому видео в целом. Мне ваше мнение очень важно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следить по всем ссылкам, которые в описании. Жмите на колокольчик и не забывайте, что ссылочка на плейлист с игрой Bleach Brave Souls, а также геймплеем из Bleach Brave Souls есть в описании, а также в подсказках этого видео. А на этом у меня все, это была игра Bleach Brave Souls. С вами был Дрейв Куэр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok